привет всем кому интересен ремонт сегодня у нас альфа 159 в дизеле и у нас течет гур мы так-то об смотрели вот откуда течет и казалось бы вот гаечку либо дожать либо снять и поменять колечко там и еще перестанет течь а нет потом обратили внимание что у нас выше тоже мокренькая говорю давай-ка давайте об смотрим лучше ну когда мы завели машину все стало понятно вот так она срывают видели да такое дырочка как иголочкой проткнули но опять-таки казалось бы все просто потому что в принципе здесь трубка стоит относительно удобно он она там пошла 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 и там в глубинях она пошла в рулевую рейку вот несмотря на то что это альфа ромео я даже удивился что снять ее можно по крайней мере пока не начал снимать снять его можно относительно легко но на разборках таких трубок практически нет потому что их подметают сразу тем более это у нас 159 альфа таких машин в принципе здесь немного что же делать что же делать звонить на альфу конечно же звоню на альфу и у нас этот шланг получается что он стоит примерно 320 евро радует единственное что он есть наличие удождать не надо то есть сейчас позвоню через два часа будет у меня ну 320 евро когда клиент не готов платить за эту машину потому что она 325 вся стоит говорит давай попробуешь ее спасти давай попробуем спасти я что для этого для спасательных работ поехали откручиваем и снимаем полностью вот эту трубу это у нас от турбины здесь здесь вытаскиваю ну теперь если нам повезет то мы сможем вот эту гаечку которая у нас на 17 каким-то образом открутить ну так себе идея давайте наверное этот шланг тоже снимем вот здесь расстыкуем и здесь мы открутим и вымнем его и может тогда ключиком поудобнее будет есть у меня на 17 такой ключ это для форсунок и вот если вот так и ну как положено конечно херов то что накинуть то я его могу а вот крутить не как с этой стороны с этой стороны похожая ситуация так другой ключ для форсунок другую нас выглядит вот так с другим приблизительно та же самая история еще и хуже его даже накинуть не могу потому что здесь видите нас планочка ограничивающие и у нас по толщине он не входит ну что пошли к уродам по уродам у нас это уродец на 17 у нас ключи которые обрезаю по необходимости если что мы его так еще и чикнуть можем все равно он урод и вот что у нас здесь показывают а вот уродам более менее можно как-то подобраться гайку эту похоже не откручивали очень давно то есть если бы снять гидроусилитель именно насос вытащить его и здесь может быть и можно было бы как-то к нему подлезть и открутить но вот на месте он никак не хочет и у меня в этом свете есть как всегда гениальная идея а теперь мы берем обычную длинную головку на 17 и откручиваем закручиваем Добавляем поврежденную секцию Это у нас не алюминий, это у нас железячка и это хорошо Ну и теперь нам надо повторить вот такое вот изделие Ну и следующий наш шаг Мы едем, едем, едем в далекие края Хорошие соседи, счастливые друзья Поедем мы к гидравликам Такая небольшая здесь шарага Вот они нам и помогут Субтитры сделал DimaTorzok в YouTube. Как называется? Как называется канал? Как называется канал? Адже, на мемо! Адже, на мемо! Можешь это? Я тебя напал в море, а я тугу, а не? короче он говорит что таким окончанием у меня нету ударит вот эта часть опирается на встречную деталь я говорю да говорит тогда можно будет сделать просто вот такой резиновой в тот момент где начинается красота готов чинка красиво получилось шайба на месте теперь все смываем чтобы мы могли это эффективно проконтролировать в последнее время хозяин машины только на жидкость не работал разумеется нам интересно на стыках крутим руль но все сухо сегодня мы заработали на печеньку видео получилось не очень длинное по одной простой причине потому что я сейчас занят большим ремонтом честно говоря мне не очень есть время снимать в любом случае кому-то да и было это видео полезным поэтому всем удачи всем пока адрес кому надо в описании пока пока Продолжение следует...